Одесситы рассказывают, что на улице 7-я линия некая фирма застраивает участок многоэтажным домом. Как отметили местные жители, они запросили разрешительные документы на строительство на данном участке в ГАСКе и управление архитектурой города. Но там им ответили, что знать не знают ни о каком строительстве многоэтажного дома на 7-й линии. Мы подъехали в ГАСК, в архитектуру. Нигде не было даже от них обращения, не то, что там подписано уже чего-то, а просто обращения даже со своим проектом. С управления архитектурой было получено бумага, письмо, что никаких документов на этот участок и на эту застройку не подавалось. Попытки найти правду, как отметили местные жители, закончились для них угрозами со стороны застройщиков. Например, мне было сказано, война так война. Моему мужу был намек, что можно выехать из дома и не вернуться. В свою очередь представитель застройщика сетует. Люди мешают им работать над заказом. Мне уже не хватает ни сил, ни нервов. Хотелось построить нормальный дом, но я чувствую, что мы здесь наилайд для соседей построим просто-напросто. Люди абсолютно мешают. Я сегодня завез ФС-блоки. Между тем, документов на строительство, как подтверждает сам представитель застройщика, нет. Все они якобы еще и на согласовании. Абсолютно все документы на согласование. Абсолютно все документы, декларация о строительстве, план, отвод земли – это все на согласование. Еще одна беда, которая пришла вместе с новыми соседями, говорят жители улицы – разбитые подъезды к частным домам. За месяц, что прошел со дня начала подготовительных строительству работ, тяжеловесный спецтранспорт уже успел продавить асфальтное покрытие, не приспособленное к таким нагрузкам, а также повредить поводопровод, жалуются одесситы. Опасаются одесситы резкого поднятия грунтовых вод в их районе. Это асфальтное покрытие мы делали за свой счет для проезда наших легковых автомобилей, подъезда в дом, выезда из дома, со двора. И там внизу водопроводные трубы, которые тоже мы ложили за свой счет. В данный момент они уже передавлены тяжеловесными, потому что сразу после этого упал напор воды, и плюс вот там гаражи еще стоят соседские, и видно, что, очевидно, там просачивается вода. Одесситы возмущены, пока они пытаются доказать незаконность стройки. Чиновники, которые, по идее, должны быть на стороне горожан, делают вид, что ничего не происходит. Мы своей гражданской позиции сейчас всех предупредили. Мы всех вызвали на стадии начала этого незаконного строительства. Мы собираемся подавать в суд, уже подготовили все документы. Но суд будет, наверное, месяц идти. А за месяц они очень быстро говорят, что они строят. К сожалению, аналогичная ситуация в последнее время стала стандартной для Одессы. На некоторых улицах застройщики уже возвели мини-высотки, которые стоят вплотную к частным домам. Данные многоквартирные здания не имеют ни положенной по нормативам придомовой территории, с парковочными местами и зонами отдыха, ни должных коммуникаций. Тем не менее, в объявлениях о продаже недвижимости, квартиры в данных домах котируются как апартаменты повышенной комфортности.